Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью» я и ведущий Пётр Смирнов. А у меня в гостях начальник отдела ГИБДД города Сарова, капитан полиции Евгений Тимошкин Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Первое, что хочу, это поздравить с назначением. 20 февраля вас назначили на должность начальника отдела. И, если можно, немножко для наших телезрителей о себе. Как давно вы работаете в органах полиции? Спасибо. В органах внутренних дел я работаю с 2009 года. То есть после армии устроился в Министерство внутренних дел в городе Саров, в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения на должность инспектора дорожного патрульного службы. На этой должности я находился до 2016 года, занимал эту должность. После чего в 2016 году был назначен на должность инспектора по розыску, тоже при отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения города Саров. И на этой должности я находился до 2020 года. И в 2020 году был назначен на должность командира отдельного взвода ДПС города Саров. После чего в 2023 году был уже назначен на должность начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения города Саров. Ну, то есть, в принципе, с самой первой ступеньки и до руководителя отдела. Ну, да, да, да. Находился с самого начала в одном подразделении, то есть с инспектора дорожного патрульного службы. У нас 1 марта в России вступили в силу новые правила дорожного движения или вступили в силу изменения в ПДД. И вот, наверное, стоит обратить внимание наших автолюбителей на то, какие изменения все-таки произошли наиболее интересные. И на что сейчас автолюбителям нужно пристально обратить свое внимание, на какие изменения? Самое основное, наверное, такое изменение, которое волнует наших автолюбителей, водителей, и в основном всех, это проезд у нас кольцового движения, да, на кольце, как себя правильно вести. На самом деле там ничего такого критичного нет. Везде при съезде, например, на кольцо установлены дорожные знаки, да. То есть основная задача сейчас водителей – это повнимательнее смотреть на дорожные знаки. Знаки приоритета. Да, 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 главная дорога и второстепенная. То есть если, например, вы осуществляете съезд со второстепенной дороги, да, если там стоит знак «Уступи дорогу», то есть кольцо также у нас остается главной дорогой везде. Я просто немножко пропустил, наверное, то есть что было до 1 марта и что стало после 1 марта? То есть кольцо утратило априори главность? Нет, 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 нет. Просто они ввели дополнительно вот эти вот знаки дорожные. Это было еще до внесения изменений, где-то в начале 2000-х годов. То есть это все было. То есть это стояли знаки приоритета у нас на кольце. И при съезде, например, с прилегающей территории, с второстепенной дороги, да, кольцо у нас было главное. Вот. То же самое осталось, все то же самое. И просто поставили вот эти знаки приоритета. То есть кольцо также у нас остается, если стоит знак главной дороги, так же остается у нас главным. То есть при съезде со второстепенной дороги необходимо будет уступать дорогу. Могут быть случаи, когда кольцо может быть не главным. Могут быть случаи, да. Если, например, со второстепенной дороги вы осуществляете съезд, и с этой второстепенной дороги будет стоять знак главной дороги. Вот в этом случае уже вы пользуетесь преимуществом по отношению к тем водителям, которые осуществляют движение по кольцу. Поэтому только надо смотреть на дорожные знаки. Вот, кстати говоря, такой вопрос интересный. У нас есть кольцо. Во-первых, у нас все кольцевые дороги имеют знаки приоритета. В городе, да. Здесь конкретно, если брать город Саров, то да. Здесь везде стоят знаки приоритета. И здесь проблем с этим я не вижу никакой. Мне кажется, у нас есть такое кольцо проблемное, с моей точки зрения, потому что не все и не всегда знают, как правильно на нем перемещаться, перестраиваться, как выезжать и выезжать с него. Это кольцо на мост улицы Захарова, строителя Захарова. Там же на самом кольце две полосы и очень много примыкающих второстепенных дорог. Вот, может быть, если можно немножко разъяснить, как правильно двигаться по кольцу, допустим, двигаясь с проспекта Октябрьского на мост. Ну, такое самое, наверное, массовое движение, которое осуществляется на нем. Там ничего сложного нет. То есть, когда вы осуществляете съезд на кольцо, если вам нужно будет уйти дальше на строитель Захарова, то есть вы должны также заблаговременно перестроиться в крайнюю правую полосу на кольце и после этого уйти. На самом деле это очень, да, такое проблемное место дороже транспортного происшествия, потому что большое количество ДТП происходит именно на этом кольце. Не на Комсомольской площади, а вот именно на этом кольце. Да, потому что, ну, здесь нужно еще обратить такое внимание, потому что водителя начинают спешить, да, это даже вот, ну, можно не кольцо, не берем даже кольцо, вот, например, на перекрестках, да, там, при повороте направо-налево, вот эта вот спешка, то есть особенно в утренний час пики и вечерняя, и водитель начинает у нас поворачивать не с крайней полосы, да, а, например, с крайней левой поворачивать по праву, вот оно тоже самое, и происходит дороже транспортное происшествие, то есть боковой интервал не учитывают, и происходит ДТП. И здесь тоже самое на кольце, то есть если вам необходимо будет уйти направо, там, на строителе Захарова заблаговременно занимается крайнюю полосу, обязательно там поворот необходимо будет указатель поворота включить, и все. А въезжать на кольцо можно с любой полосы, получается? На кольцо, да. То есть, в принципе, если я двигаюсь в левой полосе, то я въезжаю на кольцо, но должен попасть в левую полосу, соответственно, но при этом потом перестроиться. Да, 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 потому что если вы, например, в крайней левой полосе движетесь, другие участники дорожного движения, если вам нужно будет так же по кольцу уйти, обратно наверх вернуться. Продолжая разговор, других нововведений с 1 марта, которые бы там сильно затрагивали изменения или кардинально меняли правила, я так понимаю, не было? Нет. Там единственное, что вот были внесены изменения в дорожную разметку, да, там вот, как мы раньше привыкли называть, да, островки безопасности. Вот, там маленько поменялась вот эта вот разметка. Там сейчас запрещено, ну и раньше было запрещено останавливаться, располагать транспортные средства на данных островках. Но там не предусмотрена эвакуация транспортных средств. То есть водители будут привлечены к консервативной ответственности, если их накажут именно инспектора дорожного движения. То есть прямо на месте, условно говоря, да? Ну да. Теперь уже разрешили эвакуацию с островков. Нет, наоборот. Запретили? Да, да, да. Эвакуации нет, если не предусмотрен дорожный знак. Самое интересное, особенно для меня лично, я владею уже самокатом, электрическим самокатом более пяти лет, и мне вот интересно, что здесь изменилось, новый термин средство индивидуальной мобильности, так называемое СИМ, что с точки зрения государственной инспекции поменялось, и какие, может быть, за что могут вообще оштрафовать водители СИМ. Но я думаю, что нашим зрителям, которые ими пользуются, это вот важно сейчас понимать уже, что поменялось с 1 марта. Просто внесены изменения в правила дорожного движения, но на практике таких еще ситуаций не было. Здесь к какому критерию относить транспортные средства? Да, потому что здесь вот был такой вопрос задан, да, там с главным управлением у нас была видеоконференция, и тоже был озвучен такой же вопрос, то есть если, например, произойдет там столкновение, да, между вот двумя вот... Самокатами. Да, самокатами, либо людьми, кто их управляет, либо осуществляется там наезд на пешехода, да, то же самое по тротуару. Но пока еще никто не сказал конкретно, как это все будет делать. Все же это придет с практики. Ну, то есть будет какая-то практика. Да, конечно, печально, вот, ну дай бог, конечно, такое. Это уже изначально у нас было, когда, наверное, года два назад произошло такое дорожно-транспортное происшествие у нас именно на электро... на моноколесе, да, произошло опрокидывание мужчины. Вот, и нам тогда мы звонили в Москву, то есть в главном управлении, и вот с ними насоветовались. Какой, да, квалифицировались, как правильно это все. Ну и они сейчас вот... Это тоже самые транспортные средства. Да, сейчас у нас транспортные средства есть, как автомобили, мотоциклы, велосипеды, и вот еще средства индивидуальной мобильности. То есть вот можно сказать теперь точно, что электросамокаты, моноколеса, так называемые гироскутеры, все они стали частью транспортных средств, да, которые приводятся там в движение с помощью электромотора. Да, и также лицо, которое им управляет этим транспортным средством, тоже так же привлекается к административной ответственности по главе 12 у нас, вот, статья 12.29 будет, к административной ответственности в рамках кодекса. То есть, в принципе, теперь появилась и ответственность за, например, нарушение правил дорожного движения. Да, да, такие вопросы тоже определенные. Там должна быть, например, там прописана масса этого устройства, да, там 35 килограмм. Не более. Не более, да, 35 килограмм. Вот. То есть, и здесь возникает вопрос, как должны сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения все это фиксировать. Ну, на месте фиксировать. Единственное, что если там будут, да, таблички, как вот маркировки стоят там на двигателях или там на раме где-нибудь, но это когда есть, они хорошо, а когда их нет, то есть бывает такое, что они, например, утеряны там, либо ломаются, либо отлетают. Вот. Как это все относить, как это все, как один тогда специалист сказал, теперь должны сотрудники возить с собой весы, наверное, да, чтобы ставить на весы и определять все это. Не, ну, я вот скажу за себя, да, достаточно известный бренд Xiaomi, да, у них вот этот самокат Mijia, он весит 10,5 килограмм. То есть, в принципе, достаточно удобно и складывается переносить, перевозить в багажнике там в случае чего. И скорость у него конструктивная не больше 25 километров в час. Вот. Но был вопрос с точки зрения мощности мотора, да, потому что были некие ограничения по... Пытались их уводить, точнее, по ограничению по мощности. Но я так понимаю, что от них отказались сейчас. Да, да, да. Вот. Поэтому я так посмотрел правила и понял, что, да, мой самокат попадает вот в нужный предел и параметры для того, чтобы продолжать ездить на нем по пешеходным тротуарам. Я так понимаю, сейчас это все, что вот сверх, уже должно двигаться по дороге общего пользования. Ну да. Ну, здесь еще я хочу обратить внимание, это нововведение, да, это то же самое, что, помните, у нас, когда только-только-только вот начинали скутера приобретаться, потом вот эти мотоциклы, да, которые там особенно вот японские, либо китайские, да, которые вроде как бы, да, такие малолитражки они, да, но они скорость развивают достаточно высокую по сравнению с мотоциклами, которые, например, там выпускались, да, в Советском Союзе. Вот. По сравнению с ними эти мотоциклы, ну, уступали им по параметрам. И, видите, как правило, в дальнейшем ввели категорию эрмонии, вот. Я думаю, что и здесь что-то будет в дальнейшем. Все это будет прорабатываться, да. Это не последняя стадия, поэтому в будущем, я думаю, они как-нибудь приобщат, наверное, к какому-нибудь, или там отнесут к определенным транспортным средствам, даже могут приобщить их, например, даже к тем же вот мотоциклам, да, где-то, к скутерам. Типа мотоцикл, мопеды, да? Да, 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 вот к этому. Посмотрим. Ну, что ж, надо наблюдать за этой ситуацией, ну, и, да, соблюдать безопасность дорожного движения, собственную безопасность, я так понимаю, использовать и шлем, да, защиту для движения. Это все-таки много детей пользуются этой техникой. Ну, да, вот еще такой момент, да, определенный. Как правило, да, вот, например, многие люди, они как бы, ну, гонятся там вот за этим новым введением, да, хотя не осознавая о последствиях, которые там могут принести в дальнейшем данные транспортные средства. Поэтому детям, когда они покупают им, да, и там, когда они, например, покупают, и будут они, думают, что они у них будут кататься там либо внутри дворовой территории, либо под их присмотром. Нет, такого не будет. Это дети, это дети, и за ними постоянный контроль 24 на 7 нельзя осуществлять. Мы сами все это прекрасно понимаем, все, ну, родители, кто, у кого есть дети. И поэтому они, когда, например, остаются без присмотра, да, покидают там участки вот эти дворовые, внутри дворовой территории, то есть они выезжают у нас на дороге общего пользования. А они дети, они этого не осознают. Ну, и вот в этом направлении нужно, конечно, вести беседу с родителями, как мы делаем, вот у нас отдел пропаганда, вот, они посещают у нас школу, то есть проводят беседы с детьми, с родителями. Большую часть надо беседы, конечно, проводить с родителями, потому что дети – это дети. До них донести определенные вещи очень тяжело, когда то же самое, что и до взрослых там людей, да, которые являются, например, пешеходами у нас. Вот. Многие люди, они как бы, ну, пешеход и пешеход, да, они не берут там во внимание то, что они тоже участники дорожного движения и тоже должны соблюдать правила определенные. Вот. Ну, как практик показывает, когда с ними начинаешь общаться, там, они же, ну, мы же не учили правила дорожного движения, мы же не знаем это. Хотя, я думаю, и в школах сейчас у нас и уголки, вот эти, безопасность дорожного движения. Сейчас мы как-то это все… Ну, раньше, наверное, были уроки ОБЖ, где это все доводили. Да, да. Ну, это в школу было давно, как говорится. Сейчас маленькое упущение было, вот. И, как правило, вот из-за этого происходят такие дорожно-транспортные происшествия. Ну, вот как раз к следующей теме хотели подойти, и вот хорошо, что мы о ней заговорили. Ну, несколько достаточно резонансных случаев уже вот этой зимой произошло, это именно ДТП с пешеходами. И, может быть, на конкретных случаях разобрать, где все-таки, в чем проблема, да, почему происходит у нас ДТП с пешеходами, ну, прям, чуть ли несколько за неделю произошло, вот такой прям момент был какой-то напряженный. В чем там причина, и какие, может быть, профилактические действия сейчас нужно предпринимать? Ну, причина здесь, как бы, дорожный транспортный происшествий с участниками пешеходов, причина здесь одна у них. Они там, либо водитель, да, отвлекается, на посторонние вещи, либо у нас пешеход, например, когда переходит проезжая часть дороги, да, по пешеходному переходу, то есть я всегда им говорю, вы же люди, да, у вас же должен быть какой-то, наверное, там, инстинкт самосохранения, но идете вы по пешеходному переходу, да, ну, почему вы не смотрите, там, если едет, там, машина, да, и вы понимаете, осознаете, что она сейчас не остановится, как вот последний дорожный, предпоследний дорожный транспортный происшествий на улице Силкина было. Силкина-2, там, рядом дом, вот, был наезд тоже на пешехода, на нерегулированном пешеходном переходе, и когда опрашивали пешехода, он говорит, я-то видел ее, машину, я говорю, ну, а почему же вы не остановились, а я думал, он меня объедет, и вот, и все, и тот, а тот говорит, я его не видел, ну, водитель, я имею в виду. Ну, в любом случае, вина и водителя, скорее всего, будет. Естественно, все, что происходит, все дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах, да, здесь, и на водителе. Но здесь нужно еще учитывать то, что все забывают, да, то, что и пешеход обязан, прежде чем поступить на пешеходный переход, он должен убедиться, да, что его пропускают. Но никто это не соблюдает. Это все как бы вот азы там остаются на заднем плане. И даже вот много случаев, это вот в том году было у нас, мы еле-еле, благодаря вот тоже самое пропагандистскому направлению, да, мы еле-еле вот остановили у нас дорожно-транспортные происшествия с участием детей, вот, потому что дети, когда, например, идут в школу, да, ну, и там, и взрослые сейчас уже тоже начинают там либо наушники у них, либо в телефонах, они идут-идут, например, по тротуару, видят там пешеходный переход, не останавливаясь, несмотря, что сразу поворачивают налево либо направо на пешеходный переход и начинают двигаться по нему. Но здесь еще нужно учитывать то, что транспортные средства, оно уже сразу не остановится, правильно? Есть фактор такой же человеческий, да, как водителя. Вот это вот время на то, чтобы вот он увидел его, на то, чтобы нажал на педаль тормоза, плюс еще вот погодно-дорожные условия. То есть транспортные средства остановить моментально нельзя. И, как правило, вот они не учитывают это, и происходит дорожно-транспортное происшествие. Ну, собственно говоря, в первую очередь здесь страдает именно пешеход. Конечно, конечно, здесь неестественно, потому что здесь машина, а здесь человек. Ну и в целом, наверное, вопрос такой, как у нас с дисциплиной на дорогах в Сарове, вот с вашей точки зрения, тем более такой большой опыт именно инспекторской работы. Вообще, как у нас Саров выделяется на фоне области, или все, как говорится, примерно одинаково, как везде? Знаете, водители города Саров, они, Саров, они, ну, это, скорее всего, менталитет водителя, как правило. И здесь как бы осуждать, или там какие-то определенные внимания делать, на чем-то акцентрировать, здесь смысла нет. Здесь нужно только отталкиваться от аналитики. Есть аналитика, есть статистика. То есть каждый раз мы проводим анализ дорожно-транспортных происшествий. Сейчас же деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения именно основана на снижении аварийности. Количество случаев, да? Да, количество случаев дорожно-транспортных происшествий. И каждый случай мы прорабатываем определенные моменты здесь, где наше упущение, где нужно доработать именно с администрацией, либо с дорожно-эксплуатационным предприятием для введения там каких-либо тех же самых, как в простонародье говорят, лежачих полицейских, ну, либо искусственной неровности. А анализ показывает, что город Саров, да, по дорожно-транспортным происшествиям занимает одно из первых мест в области. Вот. Но здесь еще можно, как бы, говорить о том, что здесь большое количество транспортных средств на душу населения находится. То есть большая автомобилизация. Да, да, да. Автомобилизация очень большая. А город сам по себе, то есть... Компактный. Компактный, да, где вот и проезжие части, и как можем сейчас вот посмотреть, когда город строился, да, я думаю, наверное, архитекторы не задумывались, да, что такое большое количество транспортных средств будет там в 2023 году. И сейчас в любую дворовую территорию, да, заедете там в ночное время, когда все приехали с работы. То есть если ты вовремя не успел, вот, то будет проблемно поставить транспортные средства свои. У нас еще говорят, как, в Сарой все ездят по памяти. То есть вот такая есть еще фишка городская. Да, 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 по памяти, как вот я их, да, как на поезде по рельсам. Вот. Всю жизнь так здесь и ездил. Да, определенный маршрут, то есть у людей, да, закладывается на подсознательном уровне. Они вот, например, здесь же нет такого, например, даже, как вот взять, ну, Нижний Новгород, да, там, либо, ну, Арзамас, он сам по себе, у нее конструктивность города, она такая своеобразная. Если, например, куда-то поехать, здесь все в минутной доступности, я имею в виду город Саров. То есть если, например, в какой-нибудь торговый центр нужно, ну, если все хорошо, там, не час пик, это, ну, 10 минут отсела. И поэтому у человека вырабатывается на подсознательном уровне, то есть маршрут его движения закладывается, и, как правило, когда он ездит, он едет на машине, то есть уже начинает отвлекаться на посторонние вещи, да, то есть он как бы на подсознательном уровне управляет. То есть знает настолько дорогу, что каждый кочку знает. Да, и когда вот начинаем там вводить дополнительные секции где-нибудь, да, на светофорных объектах, либо дополнительные дорожные знаки, приоритет, вот, меняются, да, с инфраструктурой, это все, это проблема у водителей. И то же самое там сразу у нас идет большой рост по проезду на запрещающий сигнал светофора. Это когда вот был строительство захарованного перекрытия. На Музруково светофор поставили. Да, 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 да. Ну, со временем, естественно, люди тоже самопривыкают. Вот маршрутные карты меняются. И уходят от этого, да. Ну, это везде так, везде. То есть это определенный человеческий фактор. Его никуда не тянешь. Ну, и напоследок, наверное, главный вопрос. Какие все-таки профилактические мероприятия планирует Саровская ГИБДД на, может быть, на этот год? И такой, я считаю, вопрос, когда же к нам придет цивилизация в виде автоматических комплексов фиксации правонарушений. Вот, то есть потому что я считаю, что они должны быть уже, ну, давно должны быть у нас в городе. Ну, да, вы совершенно правы с комплексом. Сейчас это находится на стадии разработки. То есть отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения города Саров были разработаны благодаря тоже, я повторюсь, анализу, да, где произошло количество дорожных транспортных происшествий, именно связанные с превышением скоростного режима. То есть мы выступили с предложением, да, на каких улицах должны быть камеры фото-видео фиксации. Сейчас этот вопрос прорабатывается, и я считаю, что вот в ближайшее время они будут установлены. В том году у нас в городе было два очага аварийности, да, то есть сейчас, в настоящий момент, у нас один очаг аварийности остался. Это на Миро, вот, Октябрьский, где произошли дорожные транспортные происшествия, наезд на перекресток, на пешеходов. Вот, где там женщина пострадала, и после этого еще там произошли наезды. И в этом году там будут дополнительно введены искусственные неровности, установлены искусственные неровности, дополнительно будут установлены дублирующие знаки пешеходного перехода. И на светофорных объектах будут секции выделены для пешеходов. В этом году все это будет сделано. То есть это именно светофор будет работать в режиме только пешеходного перехода, получается? То есть не допуская пересечения движения автомобилей и пешеходов. То же самое с Зерново-Садовый перекресток. Потому что все люди, которые, например, заезжают там с стороны третьего КП, там как была финишная прямая у нас, они вплоть до Зернового Арзамаска такую скорость развивали, что их было очень тяжело остановить. Благодаря тому, что ввели искусственные неровности на этом участке дороги, мы ушли от этих дорож транспортного происшествия именно на этом. На этих вот перекрестках. И Курчатово-Московское перекресток тоже были введены, установлены искусственные неровности. И тоже очаг аварийности нам удалось локализировать в этом месте. Ну что же, я, наверное, пожелаю вам успехов в вашей работе, на такой важной должности. Будем с нетерпением ждать, когда появятся эти автоматические комплексы. И много о них уже говорим, много лет. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова